Всем привет! Продолжаем покорять галактику в сетевой игре на восьмерых в Stellaris. Если вы смотрите этот сериал не сначала, то пожалуйста перейдите к первой серии, ссылка на нее появляется в правом верхнем углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Так, а нам с Доноданом надо еще два игрока найти, чтобы федерацию прям за вас. Вот смотри, сейчас у тебя на влияние должно потратиться после этого предложения или нет? А вот после этого дранита, да. А, ну я тогда разобрался. Здесь с какого-то процента начинает тратиться. То есть вот у меня 60 процентов. Ну офигеть, нет, понимаешь, у меня было 45 процентов, сейчас 31 процентов. Но мне конкретно, когда я посылал, было конкретно написано, если откажется, то заплатит 100. Ладно, ребят, спасибо вам за игру. Так, а че ты, ты хотя бы там мир заключения знаешь что-то, предложи там, согласись на требования. Не можешь заключить мир сам. У меня все остановилось. Вот я отправил тебе требования. Или ты вышел? Я вышел уже. Ну ты, как-то блин, ну это конечно. Давай, удачи. Ладно, удачи. Да, компьютер принял предложение по ходу. Да, естественно. Если у тебя счет огромный, то комп сразу. Ну как-то несговорчиво получилось. Он какой-то не дипломатичный. Вообще я начал войну, конечно. Но у меня, я строился в начало флот, чтобы как бы зарашить сразу его. И посмотрел специально, чтобы его флот был слабее моего. Ну ты не посмотрел, что сзади тебя еще есть игрок, да? Ну да, а потом объявился Леша. В принципе, если бы Леха на меня не напал, то у меня получилось бы захватить полностью. У Лехи еще есть такая вещь. Я летаю по звездным картам. Гиперпространство. Да, да, да. У Лехи червоточины. И он может, короче, прыгать ко мне из его системы, а я не могу. Я вот в этой, с левой стороны у меня здесь все совсем связано, а с правой стороны вообще никак не связано. Да, вот это минус, конечно, гиперпространства. Как-то раньше играл, а потом понял, что вот стратегические точки так проигрывают. То есть это, конечно, не делал. В войне получается, в войне лучше всего червоточины, а для мира лучше всего вот гиперпространство получается. Ну а Барф, он такой странный. Да, да, да. Я вот убегал, когда стало больше флот у соперника моего, я мог спокойно убегать по его, по его же системе лазить, уничтожать вот эти маленькие кораблики. Я просто сразу разворачиваюсь и убегаю. Да, это круто. А насколько я знаю, можно же вроде бы в закрытый след червоточины попасть, а если кто-то уже улетел, то за ним можно полететь, если это не твой след, да и не может. Не встречал с таким. Я знаю по поводу червоточин одну вещь, что если у тебя много флотов, то есть смысл в ключевых местах ставить по нескольку станций червоточин, а не одновременно перемещаться. Результат выполнен. Конструкция выполнена. Дегемония, вот мистер космонавт, а слева от тебя кто-то есть? Тоже молчит, да? Походу. Кто-то знает, а энергоузел на солнечные панели влияет? То есть как он суммирует все, потом дает 10% или сколько-то, или наоборот? Вот это я не знаю. Ну, ты посмотри, сколько у тебя этаго дается, и сколько после энергоузла? Энергоузел, пожалуйста, энергоузел плюс 5 экзла. Значит, видимо, чудесно. Конструкция выполнена. Ситуационного лога обновлено. У нас, походу, будет два мощных альянса, северный и южный. Нужно только найти людей, которые смогут открыть конфедерацию, создать. Так, а как, а мы сможем вообще все? Мы же вдвоем тут остались. Надо, надо про... А, да, вам надо еще двоих искать. Ну, Алеша, а почему так получилось, что южная планета от меня, видишь, стала, получается, твоим вассалом, да? Ну. У нее еще имя, как, ну, как у тех, которые слева. Это я сделал так, что эта планета отошла тем, то есть это в требованиях войны так было. Там есть разные составы, получается. У него живут люди, а у меня живут эти какие-то непонятные. Много. Ну, с такой политической картой мне уже нет смысла. Вообще. Специальный проект, complete. Салфу, the chairs. Ситуацион log, updated. Hostile fleet, engaged. Ситуацион log, updated. Incoming transmission. Ситуацион log, updated. Прямо Эти сектора, планеты. Планеты. Так. Так. Тонцент. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 5-6 А, влияния у меня куча, блин, так надо. Что тут, на что гранты? Давайте на социальный. Информационный карантин. Кристальный сонар. Эти на планетах что-нибудь. Земля возможна. Перегрузка мощности. Вот энергокредиты. Дополнительно. Инфраструктурные. Планируем. Нафиг надо. Пища. Время прироста. Привлекательность, миграция и счастье. Вот у меня тут на какой-то планете счастье было, да. Здесь. Ну, получше. Так, и расчистим местность. Конструкция complete. Конструкция complete. Так. Конструкция complete. Конструкция complete. 56. Дебри анализов. Реализация complete. не могу пролететь прикиньте он давайте его строительных уничтожим но это потому что они стали моими поэтому научный корабль тоже социологические исследования солдаты псионики и лабораторию давайте-ка исследуем так что у него с армии может запасть сделать его вассалом потом на счастье есть напасть тут на ровнее уровень технологии и сильнее так 8 эсминцев давайте еще все могу еще два в принципе построить сменить сменить управление сектором удобнее сделали кстати так это где у нас на пупе в пупе не знаю как правильно вот вот я не прям вот этот корабль у меня по идее уже давно уничтожен это между планетами не могу приконнектиться мнение давай повоюем я не понимаю что-то там лёша всех сносит да нет они сами друг друга снесли я вообще ни при чем я не знаю с армиями где у меня армия вот это вот где вот эта хрень почему она не не летит не выдать и уничтожен шана мешается и он должен был убить ее как бы на самом деле давным-давно конструкция комплект меня претка ко мне так со всех сторон кусочками подходят прям справа счастье есть кусочками подходит а слева этот релиф конфидерейт а ты кстати не хочешь к нам в альянс так мы с гегемонией в альянс а ты кто ты у нас у микандра да вот так нет сейчас хэппи-энд давай лучше к нам в альянс все сейчас надо будет теперь только теху открыть и у нас будет выбираться давай сгруппировался около планетки да блин куда она полетела а ты куда-то улетел лёха походу решил стать огромным южным императором что он всех захватил что ли и сколько у него уже игроков пока половина меня ну и там не будет проблем с человеком потому что я захотел человека ну вот который отлично поздравляю в альянс по звездным картам летать стоит надо прибыльно видишь лёш в каком смысле но он имеет ввиду что быстро летать как-то больше по-партизански да блин бомбит нет нифига непонятно что у него тут с армией 4 куда тут отступила моя армия вот моя тут конечно хреново сделано потому что очень всеми тусня это следить за ней а сможешь ли ты перемещаться если я уничтожу вокруг тебя твои станции червоточек смогу конечно они что у меня дофига настроены добрый вечер я пошел да нет чё ты я запишу он если кофе устали флитинга а к с Ситуация лог updated. Конструкция complete. А ты понимаешь, где я на моей территории, если не секрет? Да, ну и тут же не зависимость от территории, а какие радары. А, ну да. 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 ну что у тебя отнимается влияние или нет да отнялось за то что отказался если будет сто процентов то по аналогии с европой сайдерсом это будет автоматическая твоя победа когда ты объявишь уже нет возможности отрицать вот я борюсь за то что не было 100 процентов но смысл не все равно какой-то смысл не карте есть по аналогии как с его и уничтожать своей столице какие-то здания это делает кто-то нет ясно но если играть его то это в основном насколько я видел это все делают чтобы соперник получившие все твои земли ну не имел мощь такую же как у двух соперников правильно да ну кто-то объявил счастье есть своим соперником это он зря наверно да ладно кого это ты меня ж любили это хэппиэнд меня объявил мне еще кто-то будто человека hostile fleet engaged station under attack hostile fleet detected мне сейчас кто-то говорит что-то ну конечно можем союз сделать нам надо нам надо как-то эти посольство друг другу видимо нет достаточно просто альянс по-моему а я должен в мире быть я начала этого победить чтобы альянс послать суши ну сто процентов уже предлагай и я уже не смогу отказаться вот увидишь station under attack system ну чё спасибо за игру спасибо за неплохо неплохо сыграли конечно ты подпортил мой стартовый план так это ударив в тыл но тем самым ты вот и сделал себе такую большую империю из моей твоей считай ну да но мне кажется тебе не стоит просто нападать на человека когда у тебя еще один сосед есть да но я начал нападать на него еще до того как с тобой познакомился насколько я понял ну наверно наверно стал планировать нападение собрал армию и подвел а потом еще с тобой познакомился но я еще не знал как ты на это прореагируешь и какое у тебя тоже средство перемещения это же важно если бы тебя не было червоточин ты бы не смог на мне так напасть в спину резко ну да я думал тут все уже с червоточинами играют хэппент а ты не хочешь федерацию я правильно понимаю в смысле я нажал да странно почему-то крестик горит ладно сейчас еще раз переголосуем может это глюк в интерфейсе какой-то у вас на севере кстати побольше будет для конфедерации да у нас тут нормально на юге так понимаю будет только альянс но это не знаю даже лучше или хуже у конфедерации если не ошибаюсь общий есть флот который можно сделать каким-то саппортским или что-то такое да интересно вассала своего вассала нельзя интегрировать надо сначала интегрировать вассала а потом вассала вассала да ну ладно еще раз спасибо за игру давайте спасибо пока пока хэппент а можешь еще раз нажать на звездочки которые вот сверху там и нажать и голосовать за ну ладно сейчас еще раз прошу ну ладно я нажал кусать все поздравляем то есть мы все в одном альянсе что ли или что не вы не все мы вчетвером девянором а ты мне зачем вообще передавал эти кристаллы почему вчетвером откройте контакты посмотрите раз два три четыре пять шесть человек в альянсе гармоничная лига ну в нашем альянсе только четверо у нас федерация не гармоничная лига какая лёш посмотри справа так и двое а да что вправо посмотреть у меня только двое только счастье есть и фиксики и всего больше никого нет ну как открой контакты и посмотри альянс федерация открой справа внизу вот там руки скрещены справа внизу такой а это видимо понятно это видимо вас савы еще плюс а кристалла там тот спрашивал передавал просто у меня лишний у меня большой приток кристаллов чтобы они не скапливались тем более мы вольном альянсе я передавал я всем передавал а армия есть чё да и 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конструкция complete Это он не нам, поэтому мы не будем смотреть Я могу построить только свой корвет и сменится У нас общие технологии военные Классно Ну слушайте, тогда, наверное, федерация Сильно лучше Альянса Потому что Альянс, собственно, больше ничего и не дает Субтитры создавал DimaTorzok 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 Леша, тебе нужны срочно минералы? Да нет, просто у меня минералов дофига, а энергии мало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, я тогда буду пытаться создавать странно, что другие могут строить этот эсминец Подозрительно Может быть, их надо открыть эсминцы эти А потом уже вы сможете строить Общий проект, похоже так работает Субтитры создавал DimaTorzok У кого-нибудь есть эсминцы, да, вот в Северном Альянсе Посмотрите, нет у вас проекта похитителей Вероятнее всего Нет Вероятнее всего, это нужно строить только ты Потому что ты председатель конфедерации А, то есть я Могу использовать всех технологий И, соответственно, и строю Как я понял, только председатель может объявлять войну Строить флот конфедерации И так далее Конструкция complete То есть только я могу строить, получается, вход этой федерации С общими чертежами нашими, да? Предлагаешь, да По крайней мере, войну можешь объявлять только ты А вы можете использовать технологии при создании своих чертежей общий или нет? Ситуация Ситуация Update System survey complete Ну, что, пятую планету Ой, ааааа Посмотрите в этих про строительство Кто умеет строить эсминство Вот, не появляется Эсминец 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 Надо научно еще один построить. Видимо Не только sempre Не, у меня направи ничего нету Что он там появился нужно, чтобы его разработали вручную то есть вы должны создать вы тех у кого уже следовательно сменить они могут его построить или нет или ни у кого еще не следом просто ну нет его нужно именно создать то есть мой проект только я строю но я проект использовал от силу просто он попадет не к тебе а в флотилию федерации это то сейчас ну я так понял прочитав ругайду будет управлять тот кто сейчас возглавляет гера но странно что корабли федерации стоит только один все могут все могут построить просто им нужно вручную создать потому что я вот именно открывал конструктор суббог федерации там только одно судно которое победил я участвую дальше в рейсер добавить на сила темпы исследования продолжительной жизни риск неудачи эти лучше продолжитель а блин у меня максимум зря научный корабль строю надо исследовать больше больше лидеров можно было нанять девять эсминцев 13 короветов осуждите меня автоматическая отключенная до сих пор идет к что до сих пор не могу изучить технологию которая дает эти кристаллы как ну минерал который используется для крутых для крутых электростанций граще извращения 209 точен и мощности не хватает и и эсминец разрушитель не ну тут вроде все норм блин да я мне нету будет времени с этим всем разбираться надо автомат поставить вы уж извините так реальный корабль так что у нас тут с секторами так давайте ка на энергию минералов мне и так дофига так 9 эсминцев 13 короветов вот поймите вот я для себя такую выяснил как во флоте следует вот короветов какое-то число потом в два раза меньше инсминцев в два раза меньше линкоров и в два раза то есть каждый следующий класс в два раза меньше чем предыдущий то есть месяц надо 18 короветов это улучшение а вот я создал корвет 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 тоже никто не может стоить умер кто тогда у меня все так же свой корвет и свой спинцию странно как же это работает так что за планета то тут у меня на минералы то есть я их могу строить у меня в космопорте соответственно корабли скобках федерации написано соответственно они будут оперативному фото относиться так вот на исследование получается наняли кстати тут и плюс есть на социологические исследования как-то счастье но и сам давайте-ка увеличим счастье счастье конструкция complete ничего полететь напасть на ритейлинг конфигурэйшен но это вообще компьютерный он вассал я понимаю вот этого чувака да что-то не понял а ритейлинг конфидерейшен это же компьютер или кто это был компьютер за него зашел донадан да да и он с нами не общается почему ты общаешься а то есть ты уже общаешься ну я давно общаюсь ну у тебя была одна планета тогда вот что-то я не слышал чтобы ты что-то говорил я пытался что-то говорить но в игре почему-то я зажимаю и меня не слышно здесь я не знаю как это сделать ну сейчас тебя слышно потому что я сворачиваю игру и говорю а у тебя приложение да у тебя не сайт мне у меня это через браузер а через браузер наверно в этом как правиль слушай донатан можешь мне дать свой камень битерианский или как он там называет гуски испарения вот я сейчас строю плод чтобы у меня 10% было у меня теха есть он выручит меня по энергии потому что у меня сейчас минус энергия идет а он разве дает что-то для... аааа дожди битерианский электростанция да 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 я перепутал это не то а у кого-нибудь есть ингостские испарения мне тоже битерианский этот камень бы не помешал пожалуй я даже битерианский камень до сих пор не знаю это вообще бесит такой рандом блин блин мне реально нужен аааа вот и я играл за одну планету я долго не мог выучить поселка поэтому меня подселили а потом захватили я не знаю да ну поселение вспомнил сразу первой техой поселение всегда есть да не было либо я невнимательным был может и второй его попробовал и он исчез наверное да а они стали независимыми мне их надо с самыми сделать не помню но на выборы я смотрел и специально искал поселка и по-моему не было опять кто-то умер нет ну губернаторы на планетах нужно они счастье дают это если мне кто-то скажет ты лучше ученого в космический корабль блин ну вот все бесполезное тут блин ладно тогда ученого действительно в космических кораблях систем сервей complete так полетели вот в эту сторону изучать ну 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 и ну ну и А кто вообще оплачивает содержание федеративного флота? Наверное, все вместе как-то. Как-то неинтересно, да. Не понял, почему я не могу сюда лететь. А у нашей федерации еще ни у какого. А, это надо, чтобы согласился мой. Я смотрю, Леша не выдержал, да? Да нет, тут просто оказалось вассал моего вассала, который он стал независимым, когда я того сделал вассалом. Я только сейчас заметил. Я не знаю. Я не знаю. Остелая флота, включена. Ставка под атакой. Остелая флота, включена. Фигачит. Ситуация лога, включена. Что, еще у кого-нибудь есть энергия? Да, минералы одну есть. Не, у меня у самого сейчас был кризис. Не еле вылез из него. Да, в этой игре, походу, много минералов. Минералов. Блин, надо заселять это. Да, минералы от меня немерено. Ситуация лога, включена. А вот еще, кто знает такой вопрос. Если мы строим дополнение в космопорте, фабрик какие-нибудь, которые модифицируют показатели флота, это относится ко всему флоту или только к кораблям, которые были построены на этом космопорте только после того, как он был построен в фабрик. Вот тут, вот в этом плане, конечно, пошаговые стратегии всегда мне больше нравились, потому что ты... Ты имеешь в виду в конструкторе, когда меняем, что ли, или что, дополнение? Не-не-не-не-не, дополнительный модуль у космопорта. Нет, вот написано не планетарный модификатор, а написано модификатор корабля. Этот модификатор корабля какого? Псех кораблей или только который был построен в этом космопорте? Лень ждать, когда полностью монетарное укрепление... Я предполагаю, что только тот, который был построен в этом космопорту. Ну, кто знает. Ну, тогда просто довольно странно, потому что ресурсы-то редкие, и как бы у тебя, условно говоря, 10 планет, а только в одной у тебя будет эта штука. Ну, типа, это основной форт. Основная верфь... Ну, захватится, я думаю, тут... Походу, без проблем. Это тоже мое... Мое эту бомбит. Во всякий случай... Наймем. Так, где там его... Корабль... О боже мой, спустя сто лет мы дали таких изучить битарианскую... Вообще, что-то мне не нравится, я строил итеративный код, почему-то я его, походу, содержу, я так смотрю, у меня падает содержание. Что-нибудь содержание... Плюс. Что-то Интерстеллар Человеческий Нейшн отозвал посольство. Что происходит? Где этот вообще Интерстеллар? Какой-то, что ли, вассал? А, точно, ясно. Все, сделал я его вассалом. Что происходит? Какое-то. Какое-то. Ого. Какой-то... Ого. Так, ну что, время научный корабль наконец построить И попробовать все-таки все исследовать Так, тут больше не добавляется Но мне нужна еще одна планета, все-таки пятая, видимо, вот на Феркаде Построим Давайте, колонизационное, здесь построим научный А никто в федерации, нормальное оружие не следует сейчас третьего уровня? Ну вот мой союзник по Альянсу намного лучше меня развелся Я исследую по типу, что подешевле Ясно Вот видите, тут он сильнее по техам намного Так, это все наши вассалы Блин, у меня сейчас уже третий этот будет вассал Ну вот эти, они все сильнее меня по технологии А, блин, я хотел биологическую тут Слушай, плюс 15%, плюс 20% от социологических исследований Леошки, мне нужна еще энергия, энергия? Да Давай кидай, а то у меня камни Ты уже все у себя восстановил, у тебя теперь все круто? А не, я просто нашел, как его, систему по предтечке Ну а тебе минералы или тебе не надо ничего? Ой, это наш shift Не, ну это ты, конечно, загнул Так, продолжительность жизни Ну давайте продолжительность жизни возьмем Надеюсь, он дольше проживет Субтитры сделал DimaTorzok А я накопил я 15 жителей на планете И все равно не могу ее построить на ней столице империи Потому что планета не является столицей империи Прямо так пишу? Прямо так пишу? Не понял, что это Не пойми что Так, что у нас тут с квестами Обломки какие-то есть Хостил флит Энгагед Непонятно Непонятно У губернатора Губернатора Что-то умирает Как Прямо Быстро Очень А у хэппи-энда Похоже Огромные исследования Да? Так смотрю Система Условение Комплит Так, значит Сколько у меня тут 19 корветов И 9 эсминцев Чё у хэппи-энд, я не понял. Большие исследования, да, у тебя? Я смотрю, ты даже больше меня исследовал. У меня 40, 58, 47 ход наук. Ну, странно, вроде у меня больше, а чё-то тех, видимо... А, может, ты дешёвый идти? Прав, наверное, да? 6-6-12, значит, это го. Потому что ты чё-то в два раза можешь больше мне предоставить. Что-то ещё 9 остаётся. Ну, давайте 4 корвета и 2 эсминца. На этом пока всё. Продолжение межпланетных битв в звёздных системах смотрите через день или два. И, конечно же, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халец и тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Убейте просто лучше. Убейте в умные игры. Играйте в умные игры.